Доброго времени суток, уважаемые любители хорошей книги. Это рубрика «Мой бакинизм. Интеллектуальное радио. Достоверная информация». У микрофона Муянов Дмитрий. Мне попалась в руки из прекрасной домашней библиотеки экземпляр старинной книги, которая называется «Масон без маски». Знаменательна эта книга тем, что написана она в конце XVIII века, повествует она исключительно от первого лица о всех ритуалах, связанных с масонством. Здесь разбирается то масонство, к которому относился и придерживался Петр I, Павел I мультузианство и позже Александр Сергеевич Пушкин, который благополучно вышел из этого масонства, как только понял, в чем его суть. Василий Андреевич Жуковский, Грибоедов, Чаадаев – очень-очень много людей, которые входили в подобные ордена, не понимая изначально смысл этих орденов, но позже, разобравшись, становились либо рабами, вечными рабами данных орденов под вывеской «Саморазвитие», либо очень трагично кончали свою жизнь, рвав все связи с теми, кто эти ордена учреждал. Эта книга – это не художественная книга, это документальная. В первую очередь, она будет интересна людям, кто изучает исторические корни масонства, а также тайных орденов, как культы тех или иных религий. В данном описании очень много тех ритуалов, которые являются оккультными, и очень хорошо автор их описал. Причем автор придерживается в основном, как он сам признается, это английского масонства, то есть шотландское масонство основное. И дополнительно к этому еще предъявляет некоторые факты французского масонства. Как раз это то самое, что позже будет называться франкмасонство. Если покопаться более глубоко и проанализировать всю эту информацию, которая там дана, конечно, там даны и легенды, и миф о адамерами, который основной является связующей для всего этого остального теоретизирования масонства. Это миф, который якобы произошел с библейских времен. И очень много видно языковых ключей, которые относят масонство к еврейству. Потому что, например, название столпов, ритуальных столпов, которые используются в масонстве, якобы столпы храма Соломона и строитель Адонирам, которого убили во время строительства, эти столпы, они называются северные и южные столпы в храме, и они называются по-еврейски, на древнем иврите. Вторая подсказка и ключ к тому, что масонство полностью течение, произошедшее исключительно от еврейства. Эта подсказка заключается в ключевых тайных словах масонства, с помощью которых они проявляют друг друга. Ну и, конечно же, самое главное. Масонство не до такой степени древнее, до какой пытаются себя само нахваливать и возводить. Изначально вот вся та теория и вся та ритуальная часть масонства, она заключает в себе много совершенно разрозненных мистификаций, аллегорий, которые при посвящении того или иного, как они называют, профана, дается в определенных аспектах. То есть аллегорические изображения, символизм, все это также подвязано к уже имеющейся отдельной оккультной течении, которую мы называем Кабала. Почему это интересно в современном аспекте? Дело в том, что масонство сейчас уже терпит, в течение нескольких десятилетий терпит уже свое логическое завершение, не то что крах, но уже, что называется, немодным стало немодным, и сейчас уже оно трансформировалось в каббалистическое масонство, то есть несколько другие ордена. Суть одна и та же. Если убрать всю шелуху ритуальную и демагогию о том, что все эти тайные ордена создаются специально для того, чтобы развить в себе какие-то сверхспособности человека, и только лишь на добро людям, если вот эту вот чешую откинуть в сторону, то мы прекрасно понимаем, что все тайное делается, естественно, не для добра. И в основном играют роль геополитическую, либо политическую, внутренне политическую. Сколько предателей в государствах тех или иных было масонами, сколько откровенно сатанистов было, которые развязывали войны, революции, просто братоубийственные стычки. И тут, конечно, практика критерий истины. Если мы посмотрим в саму суть содержания любых орденов, которые являются масонскими, то мы видим, что эти ордена в основном принадлежат к уже созданным орденам ранее, иудейским, еврейским. Ну, например, масонство, которое мы сейчас с вами разбираем по этой книге. Это английское и шотландское масонство или франк-масонское направление. Оно подвязано под орден святого Иоанна. Это вот орден, который, Иоановый орден, это та же суть у каббалистов, у современных каббалистов, которые себе на запястье вяжут красные ниточки, красные ленточки в честь отсеченной головы Иоанна, либо в честь, если так вообще можно выразиться, ритуального жертвования той или иной части, например, что касается руки, ради вхождения в данные оккультные вещи. Орден так называемого святого Иоанна в основном как раз и диктует практически основную теорию и концепцию для подобных орденских структур. В современной политике мы видим большое количество людей, которые ритуалами и символизмом, вот той самой красной нитью, повязанной на запястье, показывает свое стремление к чуть высшей касте богоизбранных, так называемых. И, ну, это определенная как будто бы метка, то есть это тоже как раз вот Иоанн Креститель, либо Иоанна Предтечия. То есть здесь очень интересно, что теория остается одна и та же, а вот выхваченные некоторые аспекты, превращенные в ритуалы, в орденских структурах по-разному высматриваются. Но это тоже говорит о единых корнях, о едином корне, что все мастерство практически все равно создано на основе мирового иудейства, еврейства. Просто оно искусственно надроблено, раздроблено и якобы показывается, что степи посвящения дают исключительно за счет выполнения одних и тех же талмудических задач. Причем, когда вот вы читаете подобную архивную летопись, то ее можно сравнить с тем, до какой степени там все запутано и словно расшифровывается талмуд. То есть идет талмудистикам. Очень много повторений, очень много бессмыслиц, которые не связаны друг с другом, но являются четкими ритуалами, четкими символами. То есть очень большая теоретическая часть, которая, честно говоря, просто человеку не нужна. Она просто запутывает его, запугивает, создает ауру тайности. И вообще, недаром ордена называются тайнами. То есть основное их предназначение это запутать обычного человека, тем самым ввести его в долженствование, в обязательства, которые он должен безропотно выполнять, обязан выполнять, даже когда они связаны с какими-либо просто непристойными вещами. Недаром ордена подпитываются исключительно людьми с ненормальной сексуальной ориентацией. Это недаром. И самое главное, что попавшие в сети орденских структур, они ведомы совершенно неизвестными ими покровителями. То есть они даже не знают, откуда указания, приказания, которые они должны выполнить, исходят. Вот это вот очень важное такое структурическое управление и структуру управления, которое практически создает для человека непонимание всего происходящего в орденской структуре в целом, как системе управления. Интересный материал. Материал я советую для опрощения к тем источникам, отношусь опять же, которые наиболее древние считаются, наиболее откровенные, открытые. Тем более книга написана с целью разоблачить все вот эти поверхностные ритуалы, символики, которыми оперировало франкмасонство. Ну и, конечно же, для тех, кто более глубоко хочет узнать данный вопрос, я бы, конечно, рекомендовал другую книгу Шмакова «Тайные масонства». Но об этой книге мы поговорим чуть позже. Это тоже такая репринтная книга, репринтные издания. Чуть позже было, конечно, написано, там разница у них в чуть больше столетия происходит между двумя этими источниками. Но вот «Масон без маски» это все-таки это инструкция, что происходило тогда в шотландском масонстве, как посвящали, за что посвящали и по деньгам, во сколько это обходилось. То есть, здесь очень и очень ясные цели, мотивы и описан практически весь ритуал, что будет просто полезно узнать для многих людей, потому что эти ритуалы сейчас повторяются в новосозданных течениях так называемых тайных орденов, в том числе и каббалистах, которым сейчас принадлежит большая часть так называемого «эстеблишмента», то есть, современной так называемой аристократии в нашей стране. Достойная книга для того, чтобы вы ее знали, достойная книга для того, чтобы даже в репринте вы имели у себя в домашней библиотеке. Благодарю вас за внимание. В следующий раз мы поговорим о другой книге Шмакова. Это второй источник по масонству. Тайный масонство называется. Шмакова. Шмакова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...